Всем привет! Сегодня я хотел бросить свой первый взгляд на топ-группу из хозяйства Компаньола, соответственно, Кампу Суперрекорд. И так как я отношусь к простым смертам, я использовал доступную мне информацию в литературе и интернете, чтобы описать новую группу. Мой личный опыт ограничивается долгосрочным использованием прошлых генераций Кампы, в том числе и Рекорд. Благо, что изменились лишь некоторые детали. Но на сколько? Давайте разбираться. Начнем мы с шифтеров, монеток или пистолетов. Они вроде остались верны задумкам 1992 года, когда и были введены первые Ergo Power переклюки. Тогда еще это была группа 2х17, в 2018 году у нас уже 2х12. Но все же изменения есть. Так рычаги торможения сдвинулись как у Shimano SRAM в стороны, так чтобы располагаться супротив движений пальцев. Сам рычаг тормоза теперь можно расположить ближе к рулю без инструментов, используя две степени регулировки. Основное изменение же заключается в более легком переключении скоростей, даже несмотря на то, что это механическая группа. Это будет актуально, наверное, для тех людей, кто с трудом может сжать тормоз и нуждается в гидравлической поддержке. Логика переключения все та же. Под тормозным рычагом карбоновый лепесток сделает до 5 шагов в сторону большей звезды сзади, а отдельный лепесток под большим пальцем, который потерпел изменения в положении и стал вроде еще более доступным из положения рук на дропах, переключает, соответственно, вниз до 3 шагов. Для любителей перекосов и езды на большой-большой, то есть спереди на большой звезде и сзади тоже, как Сильван Шаванель, например, предусмотрены специальные положения преднего переклюка, дабы цепь не терлась, и его можно теперь настроить, как и в Шамана группах, вручную. По технологии нужно сразу сказать, что 12-ти скоростные кассеты не поменялись в габаритах, так что их можно использовать на почти всех имеющихся колесах, которые были произведены за последние десятки лет компаньола. Чтобы сделать это возможным, в кампе отдельные звездочки и расстояние между ними стали уже. Кассеты доступны в двух вариантах, по-моему, здесь думать не нужно особо, какую выбрать 11-20 и 11-32. Также изменилась система шатунов. Паук стоит до сих пор на четырех лапках, но они связаны между собой карбоном для большей жесткости, разумеется, это, однако, актуально только для тех, кто может сжать более 2000 Вт. Шучу, конечно, даже для таких атлетов будет достаточно системы Шамана 105. Также стоит сказать, что все компоненты износа у кампы до сих пор обладают высочайшей износовой устойчивостью, что, однако, полностью нивелируется ценами конкурентов, так как за одну группу Super Record можно купить 4 полных группы Шамана Altegra R8000. Несмотря на то, что цепь всего 5,15 мм, шириной износ ниже, чем, скажем, у цепи Horus на более 15%. По переклюкам также произошли изменения. Так, передний стал компактнее, предлагая больше места для становящейся все толще покрышек. Задний переклюк доступен в единственном варианте, и это здорово. И у Super Record мы видим много карбона, много титана вместо стали, как в Record. Тормоза с так называемым скелетным дизайном изменились внешне, поддерживают Direct Mount, поддерживают покрышки до 28 мм, но общий вес группы меньше от этого не стал. Наоборот, на около 100 грамм тяжелее, чем прошлый вариант Super Record 2х11, и уж тем более тяжелее, чем ограниченная версия типа Super Record RS. И это был первый взгляд на топовую группу от праотца всех групп трансмиссии Кампаньола. Здорово, если у кого-то стоит вопрос, брать или не брать. У меня вопрос сформулирован немного иначе. Взял бы или не взял бы, если бы деньги вообще не были бы вопросом. Из прошлого хочу заметить, что эргономика переклюков Кампы мне нравится, наверное, больше всего. Я делаю видео по всем трем большим производителям. Гляньте, вот здесь. Да, логика переключений для меня также работает идеально, в том плане, что ошибки практически невозможно сделать. До сих пор, если говорить об электрогруппах, нет равных по лаконичности Red и Tab, но с Кампой у меня бы не было тоже каких-то проблем, так скажем. 12 передач. Здорово это или не здорово? Я считаю, что это очень полезно. Для тех, кто не особо в теме, это значит, что у тебя будет возможно больше, возможности больше построить всю систему под свой каденс и сил. Пока нет ваттметров под новую систему, но такие будут стоить как минимум в два раза дороже того же Quark DZero. В общем, если полностью изолировать вопрос брать от денег, то это скорее всего да, чем нет. Был ли у тебя опыт с Кампой? Вообще, где тебе удобнее, лучше? Дай мне знать в комментариях. Спасибо за внимание. До свидания.